Спасибо Нейчеру, Данилу и Раптику за поддержку этого прохождения рублем и вне стримов. Макаров, ну здесь Макаров, да, конечно, немного иной. И Данил в этой части, по-моему, не будет режима выживания, но игра именно релизнится полностью 10-го числа, поэтому на это дело посмотрим. Будет только зомби, это я могу обещать точно. Доброго времени суток, с вами, как обычно, Спектр, продолжаем проходить новую Call of Duty MV3 2023 года. Остались мы на том, что полностью сделали таймлайн в одной серии по миссии, ни слова по-русски, то есть это была миссия пассажир, затем место крушения и точка возгорания на Верданском стадионе. После этого у нас произойдет какое-то левое действие, на которое мы сегодня с вами и посмотрим. Не забывайте про лайки, друзья, вы очень сильно помогаете прохождению и каналу в целом. Также подписывайтесь, если вы тут впервые. Нас, кстати, на момент, когда я это записываю, уже стало 820 тысяч, это довольно приятно. Ну и, конечно, если захотите прикупить новиночку игровой индустрии по цене ниже, которую выставил господин Бобби Котик, позвольте презентовать вам спонсора этого видеоролика. Хочу посоветовать вам сайт ggsell.com, который является не просто магазином, а полноценной торговой площадкой, на котором вы сможете покупать любимые вами игры, как новинки, так и классические проекты по довольно приемлемым ценам. И если вас не устраивает ключик, то всегда можно запастись даже офлайн аккаунтом, пройти игру, дропнуть и, главное, получить удовольствие за минимальную цену. Обращайте внимание на отзыв и на рейтинг продавца перед тем, как совершить покупку. И если стесняетесь, то на сайте работает круглосуточная поддержка, которая готова помочь по абсолютно любым вопросам. Также на сайте можно без проблем пополнить Steam кошелек абсолютно любого региона, если все-таки вы предпочитаете традиционно покупать те или иные игры. Но если вас не интересует игровая тематика, то на сайте можно покупать различного рода подписки на софты или даже программы. Залетай на сайт ggsell по ссылочке в описании, порадуй себя хорошими проектами и желаю приятной игры. Бой прочитать может. Каков дальнейший план? Вот. Что значит вот? Надо же. Вы тупее, чем я думал. Я задал тебе вопрос. У меня тоже вопрос. Который час? Да какая тебе разница, который час? Время это все, генерал. Мы все запомним этот момент. Но не все как хорошие. Аэропорт! Он нас отвлекал! Ох ты, долбаная мразь! Я вышел по тебе, Маски и Макар. Стой! Потом клянусь, вышел по! Ну же, давай! Ты закрой пасть! Я покончу с ним. Джон, он у нас. Он арестован, никуда не денется. Спокойно, сержант. Вы ж вроде за добро. Ты будешь кореть в аду. Ты сдохнешь в тюрьме, как и прочие крысы. Еще встретимся. Мактавиш. Обещаю. У Прайса такое лицо испуганное было. Тогда так было нужно. Кэп. Тогда. Шифрованный звонок, это Пентагон. У меня нет допуска, я пойду. Нет, Ник. Нет. Кейт, поговорим? Я тебя искал. Джон, это семейное дело. Ну ладно. Что тебе нужно? Владимир Макаров, как и тебе. И что, генерал? Есть наводка на одного его спонсора. Мы ищем не деньги. Соуп, найдешь деньги, найдешь и его. Откуда данные? Без армии ты никто. Опять ошибка. Ну, ни хрена ж себе. Соуп, не ждал меня? Или ждал? Но не этого. Фласу, источник засекла. Может, авиацию? Гоуст, как не стыдно. Что ты задумал? Затеял делать свое дело. И вам тоже советую. Слушай, мое дело. Убивать врагов. Знаешь, кто ты? Давайте не будем отвлекаться. Капитан, я обрисую картину в целом. Ты хочешь сколотить Макарову гроб? У меня есть гвозди. Что хочешь в обмен? Путь назад. Я не готов просто уйти. Нет, я хочу победить. Проверь почту, Кейт, и до связи. У меня есть имя и место. Я не пошлю людей по его указу. Это не задание, просто данные. Это сволочь врет, Кейт. Я из ЦРУ Джон. Я спец по вранью. Как и ты. Капитан, мы покупаем информацию. В чем разница? Он прав. Путь в ад или нет, Гаррик прав. Босс, мы справимся. Джонни, ты со мной? А то, лейтенант. Осторожней. Хорошо? Что нам прислал Шепард? И как с этим связан Греймс? Они одна банда, ребята. Буквально. Сейчас мы партнеры. Данные проверены, они верны. Они нашли кошелек Макарова. Милена Романова, олигарх. Выяснилось, что она тайно работает на Макарова много лет. Где она? На частном острове. Вдали от всего. Там настоящая крепость. Угадайте, кто охрана. Гроба кони. Данные содержат чертежи и планы местности. Похитить Милену? Нельзя же так прямо. Да, не прямо. Но можем взять ее деньги. На острове находятся ее банковские серверы. Надо обойти ее протоколы безопасности. У кого-то есть электронный ключ. Найдете, я подключусь и взломаю. Подходим по воде и разделяемся. Я иду за ключом. На Гоусте тыловой периметр. Нужны глаза. Буду координировать через БПЛА. Забочит неплохо. Следуем за деньгами. Итак, дамы и господа, миссия, по-моему, называется Олигарх. Я ее уже лицезрел в одно время. Хранительную цель и разделяемся. Наблюдаю сверху. Работаем, браво. Вхожу. Принято. Вам нужен электронный ключ. Он у охранника Милены. Считайте его главной целью. О, в этот раз опять играем за Соупа, да? Соуп, он на твоей стороне... Да, это Олигарх. Мне повезло ему. Я за ним. Итак, Каю Перико. Если вы поняли. Ох, блин. Ну, вообще, карта не такая большая, но, с другой стороны, среди всех миссий, которые я видел... Удачи, лейтенант. Она им понадобится. 7-1. На причале противник. Да, я понимаю. Если хотите, можете его убрать, но, мне кажется, я, в принципе, сам справлюсь. Есть метательный ножик? Может, это хорошая идея? Опа-на. Погоди-ка. Мы ничего не видели. Ха-ха-ха, ребят. Окей, вы ничего не видели, вы ничего не видели. Будем... Сделаем вид, что этого не было, окей. Так, трупаки я прятать, естественно, не могу. Можем пока сделать какую-то оценку местности. Ну, в целом, неплохи такие апартаменты. На периметре есть транспорт отхода. Так, ага. МЦВ-68. Оглушитель нет. Принято. Они не уйдут. Честно говоря, я чуть-чуть прослушал, о чем они говорили, но да ладно. Так, давайте, опять же, по порядку. Если гасить какие-то цели, то надо делать это очень осторожно. Кстати, узнал небольшой момент. Возможно, вам будет интересно. Один чувак уже заспидранил эту колду за 1 час и 12 минут. Ребят, час 12, вы представляете? Мне кажется, в этом году разбор спидрана по колде выйдет гораздо раньше, чем обычно. Я спрошу у него по поводу всяких там моментов. И, может быть, ролик, да, выйдет уже после прохождения. Думаю, вам будет интересно. По поводу припасов, да. Типа, можно, но я кучу металлок растерял. Так, подожди. Если уничтожать катера, значит, я иду лаудом. Но пока нет. Странные какие-то разговоры. Транная задача устранить объект. Вперед. Катера уничтожены. Иду к вертушке. Отлично, Гоуст. Цель забрать электронный ключ объекта. Подождите, я тут услышал... Какой загадчик почитаешь, лейтенант? Оу. Безупречный бронзовый цонет. Безупречный бронзовый цонет. Вокруг глаз, который... Вокруг глаз. Опять вот эти шутки, кстати, из МВ-22 вернулись. Между Солпом и Гоустом. Я помню, просто видел очень много... Типа мемов. Еще с МВ-22. Про их... Кое-какую связь. Я думаю, что эти шутки не прекратятся и здесь, да? Ну, типа, разрабы сами... До этого века частично. Я помню, у него была байка... Об ориентации Гоуста. Из оригинальной МВ-2. Но я ее потом, помню, развеял. Обзором комикса. Желтый маркирок, да. Там у меня чувак должен быть. Это неправда. Здорово, мужик. Мне не нравится, что они постоянно помещаются желтым. И типа, ведут патрулирование. Я упустил их след, говорит. Короче. Цель находится где-то вон там, уже наверху. Но я думаю, что правую сторону... Объекту фонтана. Объекту фонтана? Жалко, нет никакой пометки. Лучше, чем трое. Джанни, ты сможешь застань его в одиночестве. Да без проблем вообще. Еще бы я знал про Кабони. Они давно знакомы? С ее мужем очень давно. И что стало с мужем? Упал на нож. Девять раз. Ты возле него. Понятно. Угу. Ну, я как бы не спешу уж стелсить. Но как получается в данной ситуации, дамы и господа. На карте пометился один паренек. Чихнуть хочу. О, господи. Если бы я такое сделал во время штурма, было бы плохо. Остров лишил бойцами кони. Да. Только они уже почти все померли в данном случае. Есть. Ну, в общем, забираем пока то, что не приколочено. Так, это какой-то чувак из личной охраны, да, судя по всему? Да. Вот этот. Он в броне постоянно, да. Объект поражен. А что все? Переход ключ. Сейчас. Да, в общем, я тут немного нарушил тревогу под самый конец. Тут был вот этот вот чувак бронированный. Ничего не мог поделать. И вот этот еще бронированный. Жесть. Ну, короче, хорошо они тут укомплектовались. Угу. Отличная работа, 7-1. В бункере неподалеку терминал. Неси туда ключ. Набор для самореанимации. Я, кстати, впервые вообще подобное нахожу. Выхожу. Принято. Вижу тебя. Погоди. Ну, хотя да, а что мне здесь еще делать? Пойдемте пока по цели. Там вот знак вопроса. Так, какое сейчас задание? Откройте дверь... А, бункер. Ммм. Сверхсекретный бункер. Я у бункера с терминалом. Дверь заперта. Она открывается где-то еще. Да, секундочку. Дверь в печерской или комнате охраны. Придется взять, наверное, другие гранаты. О, бронебойные патроны. Оставлю их пока что до джиггернаута. Так, смена комплекта. Ну, мне это не нужно. Давайте кнопочку нажмем. Дверь бункера открывается. Принято. РГЛ. Спасибо. Перейди в бункер и разблокируй терминал ключом. Да, без проблем. Главное, чтобы чуваки не были против. Я, кстати, удивлен, что оттуда вообще двое выбежало. И я не нашел за все это время ни одного дополнительного кармана для брони. То есть, в теории мне дают небойные боеприпасы, но я иду с одной бронепластиной внутрь. Ребят, дайте мне сейчас немного времени. Нашел какую-то кассетную мину. Нашел кассетный заряд. Да, я ее возьму. И возьму еще дробовик с глушителем, потому что для стелса, мне кажется, он подойдет здесь гораздо лучше. Ну, бутылку брать не будем. Зачем? Отвлекать внимание. Ну, такое себе. Брайсон 800 зажигательными. БПЛА разведки. Кстати, по поводу БПЛА разведки, я бы его, кстати, пустил. Подожди. А, на нем просто цели, да, искать? Именно... Я думал, то есть, она будет летать сама, но, к сожалению, ладно. Тогда забираем обратно бронебойки. Я возле этих домиков. Как их там, хранитель? 7-1, по-моему, это бунгало. Что, Джонни, не любишь пляжный отдых? Лучше снег, лейтенант. Лыжи или сноуборд? Сноуборд. Джонни, сноуборд для дикарей. А ты, Ласвелл? Снегоход с мотором, вот и все. И ведь не поспоришь. Также, смею обратить ваше внимание на то, что здесь есть еще одна часть карты. Вот она помечена, видите, сверху. Пока мне, в теории, сюда не надо, наверное. Но есть ощущение, что меня сюда вообще игра, в принципе, может не послать. Это гигантский особняк. Возможно, здесь, кстати, будет находиться Милена Романова. Возможно, мы будем находиться под ним. Ну, когда уже зайдем внутрь, да? Но я сюда зашел не просто так. Как я уже говорил, я потом буду проходить кампанию на 100%. Активность дронов. Вы на вес, Джонни. Увидишь, сбивай сразу. Да, да, без проблем. И, в общем-то, да, перед тем, как я буду на 100% проходить кампанию, часть материала я показываю здесь. Да, видите, она говорит как раз про Милену. Здесь нужно уничтожить все тачки, которые находятся в этом пентхаусе. И таким образом мы получаем достижение. Думаешь, она заметит? Уничтожьте все машины в гараже особняка в операции Олигарх. Все. Так как это особняк Романовый, я теперь двигаюсь дальше по заданию. Надеюсь, кстати, подобные ситуации хоть немного мое прохождение отличают от прохождения других чуваков. Естественно, нас сейчас много, да, кто проходит эту сюжетку. Но, тем не менее, оставшиеся достижения я покажу вам уже после прохождения. Это и называется 100% в данной кампании. В этот раз, кстати, за один ролик, думаю, мы управимся. Погнали. Кажется, кто-то уничтожил машины, да. За отпечатки. Ух. Ладно, Соб, собираемся у особняка. Берем Милену живой. Ребята, Кони будет защищать Милену до конца. До конца, значит? Значит, покончим с ними. Ни хрена там дронов. Ну, в общем, я немножко не дотянул, да. То есть, тут как бы надо было зайти к ней. Но вот я немного не подождал. Ай-яй. У нее очень солидная охрана здесь. Прям мега солидная. Кстати, 9 из 21 я нашел. По-моему, сейчас, кстати, самое время бронебойные боеприпасы дропнуть. Еще, к тому же, дроны эти, да, несчастные, маленько мешаются. Ай-яй. Супер. Ну, в общем, здесь, по идее, можно было бы застелсить. Да, прямо с пляжа. Ну, типа, это окей. Это еще не так страшно. Так, ящик. Ящик с броней. Давайте я... Блин, а это, наверное, кассетная мина. Или нет? А, нет, кассетная мина на тройку. Все, дроны готовы. Именно прям все дроны готовы. Остальные висят, видимо, в особняке. Что там у тебя, Джоня? У нее в гараже прямо автомузей. Женись на хозяйке этого острова, и он будет твоим. Ага. Когда закончим, Милене будет не за замужество. Четыре из пяти. Что, Романова кому-то звонит. Я подключилась к ее линии. Сейчас послушаем. Давай-давай, послушаем. Пока. Кто влез в терминал? У меня не текущего. Трой, дай. Гостива больше нет, девочка. Внимание, Милена испугалась. Она любит свои деньги. Хорошо, мы этим воспользуемся. Это точно. Кто ж, блин, не любит. Так, давайте потихоньку пока разбираться. Ребят, тут, конечно, много. А дроны, видимо, будут все-таки бесконечными, да? То есть тут хочешь, не хочешь, да. Расправляйся, не расправляйся. Но так или иначе. Принято. Внимание, я тебя не вижу. Понял. Где Романова? Сидит в кабинете. Третий этаж. Зажаток, ты броня дверью. Как ее открыть? Гоуст, если ты обесточишь охранную систему, я открою дверь дистанционно. Принято. Заодно и дроны вынудим. Даже если мы возьмем Романову, кони не остановятся. Сдохнут, остановятся. Верно. Соуп, ты знаешь, что делать. А то, хранитель. Это моя специальность. Так, это у нас что, ящик с припасами? Парные дезерт-иглы. Но тут я не могу удержаться. Лянящие такие с позолотой. Гоуст, что там с электричеством? Вот и предохранители. Продолжать, Джонни. А что продолжать? По-моему, я всех убил. Согласны? По-моему, здесь больше делать, в принципе, нечего. Так, окей. Пинхаус. Да, в целом готов. Мне кажется, что навряд ли. Я думаю, дроны здесь все-таки имеют бесконечный цикл. Ну, что-то в этом роде. Бесконечный спаун, бесконечный контроль. Давайте по-умному сделаем. Почему я сразу этим побрезговал? Да я норм, только у меня броня с этим карманом. Открывай дверь Милены, Ласмин. Ага, момент. Дверь открыта, ребята. Это спецназ. Руки вверх! Теть! Пошел ты! Присядь, Милена. Где твой босс? У меня нет боссов. И никто мне не указ. Как там дела? Пока молчит. Скоро заговорит. Руку дай. Что, ты ее отрежешь? Не мой стиль. Его. Зачем маска? Чтоб скрыть лицо. Ничто в моей отчетности не приведет вас к Владимиру. Посмотрим. Несколько счетов кони, спрятанных на самом виду. Недавние переводы в тюрьму Зардая. Ту самую. Деньги на побег Макарова. Богатство открывает дверь. А давай-ка мы слегка облегчим счет Макарова. Есть. Дай знать, если сработает. И 85 миллионов переведены на спецсчет ЦРУ. Работа Владимира. Уже куплена и оплачена. Плохо работаете. Как и ты. Твоя охрана мертва. Счета открыты на распашку. Вы у Макарова будущее крадете. А, Сауп, ты слышал? Ну да. Нужно что-то более личное. Нам надо уходить. Поторопись, или мы возьмем ее с собой. Национальный банк в Швейцарии. А вот это ведь твой личный счет, да? Деньги-то нетронутые. Потрогаем. Ты за кого, сука, себя принимаешь? Ребята, похоже, мы нашли болевую точку. Списывай. Нет, не смей, сука. Что-то не так, мисс Романова? Я не знаю планов Макарова. Я занимаюсь только финансами. Ну, давай пальчики. Или говори, где искать Макарова. Нет, не смей. Со своей командующей сучкой. Это мои деньги. Я боролась за них и заработала. Еще чуть-чуть, и мы ее дожмем. Колись, или он за тебя возьмется. Он узнает о вас. Без этих денег я считаю труп. Мне нужны деньги. А нам нужен Макаров. Где он? Восток. Перевод на Восток Капитал. В Санкт-Петербурге. Владимир покупал недвижимость. Заброшенные дома. Не знаю, зачем они ему. Это все, что я знаю. Вижу. Это все, что нам нужно. Спасибо за беседу. Вы будете молить о пощаде. Он вас не пощадит. Увидимся в аду. И потом мы еще дома убирать после меня. Даже тень можно сломать. Сломать можно кого угодно. Если не добрались до Милены, то кто? Прайс. И вся его королевская рать. Не без помощи тени. Это просто взаимовыгодные отношения. Уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от пленного. Поручить это мне. Нет. Ты мне нужен здесь. Разделяй и властвуй. Раз они нашли Милену, найдут и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известны и обезвредят. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы не перед кем не остановимся. Мужчины они, женщины или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные нашего друга из теней подтвердятся, ты первая вас тут знать. А если нет? Убей, сучару! Мы ее раскололи. Как? Допрос с финансовой стимуляцией. Шепард не обманул? С паршивой овцы. И что возьмем в работу? Одна из ее компаний-однодневок купила заброшенную многоэтажку в Санкт-Петербурге для ЧВК «Конни». Когда? Недавно. Вероятно, база «Конни». Скорее всего, капитан. Я нашла здание. На спутниковых снимках виден аэростат на крыше. Причина только одна. Нужна быстрая эвакуация для чего-то. Или кого-то. Это лабиринт. Газ пойдет снизу вверх. На мне огневая поддержка сверху. План отхода. Вертушка не вариант. Если найдете что-то интересное, выцепим вас самолетом. Аэростат. Фултон. Если Макаров там, не упустите. Шестой хранителю дрон в воздухе должна быть картинка. Есть картинка. Вижу группу «Конни» на крыше северного здания. Макарова среди них нет. Андрей Нолан есть. Кто это там у нас такой важный? Похоже, он за главного. Сейчас пробьем, вдруг опознаем. Понял. Газ, ты на месте? Так. Посмотрим, кто и что тут у нас. Не уходите с пустыми руками. Черт, я на твоей задницу. Так, точно. Готов. Хороший человек прислал донат. Спасибо. Есть. Я на твоей задницу. Даже два. Спасибо еще раз. Итак, друзья. В этой миссии я покажу вам два способа прохождения. прохождения, потому что один из них нужен для ачивки. Извините, но я, наверное... Или оставить это на другой... Да хотя пофиг. Я говорю, мое прохождение, мне кажется, хоть как-то должно отличаться от прохождения других чуваков, поэтому я покажу вам небольшую вариативность в Call of Duty. Тут лестница. Понял. Лезь по ней. А, в общем-то... Есть данные об объеме. Андрей Нолан, да. Это Андрей Нолан. Старый друг Макарова. Если вы, кстати, не знаете, кто такой Андрей Нолан, хотелось бы с ним побеседовать, это чувак из дополнений к МВ-2 прошлого года. Это был он, который последнюю операцию проводил по захвату, по-моему, Витола или самолета какого-то. В общем, мы сразу начинаем с пятого этажа. И более того, мне это напоминает почему-то две вещи. Если вы помните, в Payday 2 было такое дополнение под названием Hotline Miami. И там была аналогичная миссия, то есть ты в огромном лабиринте зданий должен добраться до самого верха. Если честно, это страшный сейчас момент был. Кстати, это миссия, опять же, в открытом мире, типа. То есть мы можем здесь все абсолютно исследовать. Что найдем, то, соответственно, и наше. Ящики. Вот импульсный сканер даже есть. Кстати, их надо использовать, да, потому что, по идее, здесь за каждую такую штучку дают отдельное достижение. Так, заходим. В общем, можно использовать, да, пистолет, но у меня нет глушителя, поэтому толку не было никакого. В целом, это обычное здание. Тут, наверное, говорить-то по сути нечего. И с дробовиком ходить, ну, знаете, такое. То есть, понятное дело, мы тут и сражаемся на ближней дистанции, но все-таки... Давайте пистолет заменим. Итак, для того, чтобы пройти миссию за 45 секунд, понадобится вот эта штука, но требуется жумар. Жумар мы получаем в качестве снаряжения в этой миссии на, по-моему, 11 этаже. Это сразу небольшой такой спойлер, но... Простите. Прайс, кстати, да, говорит, что он поможет, но на самом деле у меня есть ощущение, что я все буду делать соло. Да это логично. Я не представляю, каково подобное на ветеране проходить. Это, наверное, вообще кошмар лютый. Здесь просто все против тебя. Подожди. Видел, кем стал? Поступки важнее слов. Да, ну пока, короче, гонимся за Андреем Ноланом. Хотя, знаете что? Ну ладно, я потом... Я потом скажу свой вот этот момент по поводу сюжета, что я думаю. В какой-то серии я, короче, говорил, что Макарова схватить полностью не получится. Я помню про это. И буду ждать уже, когда доберусь до последней миссии. Кстати, миссия 10-ая. Я вас с этим поздравляю. У нас сегодня юбилей. Как видите, задания довольно короткие. Если их прям спидранить, они идут минут по 10. Это если еще обращать внимание на противников. Так. Здорово. Эм. Но, как я понимаю, сам по себе небоскреб все равно такой линейный. Кстати, как я вижу, задание не на время. Да, то есть тут ты можешь осмотреться, можешь поискать боеприпасы. Чисто по ЛСУ спалил, чувак. Бывает. Успокойся. Я, конечно, все понимаю. Но мы с тобой лично не знакомы, братан. Что такое говорить. Так. Нарван. Привет. Дробовик перезарядить не могу, потому что, мне кажется, это немного лишнее. Что? Как? Я его не убил за это время. Ну ладно, окей. Да чтоб тебя... Надолго задерживаться здесь, конечно, не стоит. Эти парни, они вообще не прощают ошибок. И не любят, когда ты сидишь в углу. И просто долго ждешь. Так. Лови. Что? Я на него наступил? Я не знал, что такая функция есть в этой колде. Экспериментальный газ. В теории можно взять. Тебе его, типа, засчитают как отдельное оборудование, да? Возьмем Лахман. Патронов очень много. Притом, не помню, чтобы я в целом с этой пушкой здесь ходил. Так. И переход... Подожди. Переход типа вот этот, да? Угу. Прорываюсь на восьмой. Я иногда забываю, что здесь есть паркур. Поэтому, да, сами понимаете, такие моменты я маленько запамятую порой. Так. Кассов 762. Снайперка... Это типа полуавтоматика, да, такая? Не, это... Это калаш именно. Но все равно, калаш с Акогом... Блин, мне показалось, что это чел сидит, чтобы вы поняли. Я практически не нахожу здесь ящиков. И я в целом не уверен, нужна ли мне какая-то снаряга здесь в целом по заданию. Но есть ощущение, что, наверное, вряд ли. Поэтому полезли-ка мы выше пока что. Поднимаюсь на девятый этаж. Этажей где-то 12, да? Или 13? Подожди, сейчас посмотрим. Ну, я думаю, 12, да. Если так посчитать. Я, кстати... Интересный факт. В своей жизни я максимально был только на девятом этаже. И именно, ну, знаете, на балконе прям вниз смотрел. Блин, это очень страшно. Здорово. Не представляю людей, которые живут там в этаже на 12, а то и еще выше. Это, конечно, вообще. Так, набор для самореанимации. Спасибо. На рядовом, в принципе, это не так уж сильно и роляет, решает. Но я надеюсь, что хоть раз я вам это дело покажу. Ладно, не суть. Так, вниз смотрим, но не падаем. Ой-ой-ой. Погоди. Это было сейчас очень рискованно. Ладно, не могу удержаться, так уж и быть. Снайперка-болтовка. Говорил, брать не буду, но... Вы ничего не видели? Мне кажется, за то время, пока я три этажа заново поднимался, Андрюха Нолан уже мог давным-давно свалить отсюда. На его месте я бы так и сделал. Так, ладно, это у нас какой уже? Десятый, да, получается? Сейчас узнаем. А нет, это уже одиннадцатый. О, господи. Так. Хайп. Замечательно. Можете, кстати, да, нападать на меня. Я снайперку пока людям покажу. Возможно, я это все равно сделаю в мультиплеере. Хотя, наверное, я буду показывать интервеншн. Это, наверное, еще не она, да? Не аналог даже. Но окей. Диалоги там обыкновенные, да. Можете почитать. Хотя их даже не слышно. Дверь заклинила. Это плохо. Возможно, кстати, здесь есть какой-нибудь аппарат, который позволяет открывать подобные двери. Я аж всю снарягу еще не собирал в этой колде. Это, опять же, как я говорил, нужно будет для отдельного достижения. Но это мы сделаем уже в отдельных... Все-таки, не знаю, будет диалоги или один видос на этот счет. Опа-на. Сын, тебе горели, что так делать нельзя. Я думаю, говорили. Гэрик, контакты слева. Да подожди, я... Я пока не понимаю. Угу. Еще? По-моему... Да-да-да. Так и знал, что на этом балконе кто-то есть. Я ему пытался яйца прострелить, но что-то пошло не по плану, по-моему. Ой. Ладно, это было... Извините, кто прочувствовал. Иногда такой эффект случается. Такс, открываем дверь. Что у нас тут еще? Вообще, выход, да, показывает там, но я хочу еще вот в эту комнату зайти. В плане снаряги, может. Дополнительный карман. Гранта с термитом. Честно, одна из самых лучших штук, которые я видел в целом в плане вот ребутов именно МВ. Очень нравится подобная дрянь. Так, ладно, дверь открыли. Ну что, пойдемте за Андрюхой Ноланом, но перед этим мне надо будет взять вот этот самый жумар. Жумар, 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 жумар. Так, погоди. Здесь еще что там? Вообще, кстати, я и правда, может быть, зря не исследую какие-то карты, потому что я мог бы столько снаряги найти. Все, жумар готов. Жумар... У меня здесь трос! Хоть не пешком. Короче, жумар теперь сохраняется у меня на протяжении всего задания. И я могу им теперь спокойно пользоваться именно в плане веревок. Веревок и тросов для того, чтобы, соответственно, передвигаться. На тросах, кстати, тоже есть отдельная ачивка убить 12 челов, но это можно сделать в любой момент кампании. Вообще, в любые моменты, так скажем. Но мы это сделаем уже не сейчас. ЖК элитный! ЧНБК! ЖК элитный! ГАЗ, ты почти на крыше. Готовься к второму явлению. Мины. Мне, кстати, товарищ сказал, он проходил эту колду на английском языке. Он говорит, что челы говорят на русском достаточно хорошо в оригинале здесь. Прикиньте, первый раз, когда мне стыдно, так скажем, будет слушать. Хотя, с другой стороны, теряется полноценный шарм, да? Вот этого всего. Так, ладно, здесь, в общем, одни мины. ГАЗ, высматривай клейморы. Это я понимаю. У меня есть набор для самореанимации, но как их именно высматривать? Ага. Так, берем, ломаем. Ну, расположены они в неплохих местах. Не расслабляйся, сержант. Кони тебя ищут. Кто-нибудь видится? Да, понимаю, у меня, если что, тепловизор имеется. Тепловизор и реакция. Сейчас доберемся до момента с Андрюхой. С Андрюхой Ноланом. И, в принципе, будем смотреть на топ-контент ever. Так. Господи. Эти ребята с броней, конечно, сумасшедшие. Вспоминаю бронебойные боеприпасы, которые я оставил в прошлой миссии. И очень сильно жалею. Угу. Ну, считай, короче, целая бойма уходит на одного такого мужика. Так, здесь, естественно, опять закрыто. Клейморов я больше не нашел. Так скажем, ни телом, ни глазами, да, не нашел. Костов. Ну, в целом, бронепластины они мне не повредили, поэтому... Можем идти сюда. Принято. Иду к тебе, Газ. Вот. И видите, здесь появляется капитан Прайс. Но, позвольте, вот прям отвлечь сейчас секунд на 30. Мне нужно нажать, начать операцию заново. Итак, друзья, эксклюзивный контент. Как видите, вся снаряга у меня на месте. Начать операцию. Так, посмотрим, что и что тут у нас. Шустрей, Газ. Окей. Да. Используем Жумар. Сразу же на пятый этаж. Здесь будет два противника. Устраняем. Чтобы не мешались. Тактический спринт. Есть, как бы, еще... Вот эта штука под названием... Да, под названием... Этот... Слайд-кэнсел, или как ее там? Слайд-кэнсел, по-моему. Дальше в окно. И дальше вот сюда. Получаем достижение, лифт не работает. Все. Таким образом, я добрался до крыши за 45 секунд в этой миссии. Хотя, на самом деле, это же не лосикунд 20. Надеюсь, вам было интересно. И спасибо за донат, кстати, кто прислал. Попадет в следующий ролик. Кто из них Андрей Нолан? Мне нравится, как они сказали, короче, а кто из них Андрей Нолан? Чуваки, из того, что вы его не пометили... Я его, кажется, чуть не убил! Я умираю. А все, у меня... У меня нет пластин. Да. И его... Хранитель, браво! Учитель, браво! Хранитель, браво! Внимание, на радаре вертушки летят к вам! Бронемойные патроны. Принято. Газ, идем дальше. Мне надо оружие срочно менять, потому что с этим я долго не проживу. Нам, видимо, надо немного поторопиться, да? Потому что Андрюха может уйти. Андрюха, не спеши пока! Не спеши пока убегать, я уже иду. Притом, кстати, у них что-то бронированных солдат не наблюдаю. Хотя бронемойные патроны я в этот раз взял. Мне это напоминает одну кастомную миссию, которую я проходил на колду. Четвертую еще, колду 4 Modern Warfare. Это было лет 5 или 4 назад. В общем, это был интересный опыт. И там тоже была миссия с Капитаном Прайсом на именно небоскреба. То есть надо было найти особо важную персону. Является ли это, что они что-то подсмотрели? Но на самом деле, конечно же, нет. По-моему, это какая-то стандартная уже тема здесь. Блин, плохо тянул. Я очень ее плохо тянул. Так. Есть один щитовик. Флэш. Захватите Нолана. Вижу Андрея Нолана, заместитель Макарова. Кстати, это похоже отчасти на миссию грехи отца. Он жив и напасть. Из первой Modern Warfare. Привет, Андрюха. Вот и он. Стреляй. Я не сдамся. Так все говорят. Пошел ты нахуй. Пошли вы все нахуй, блядь. Я смотрю, язык у него шевелится. Заткни его. Газ, крыша, летят вертолеты противника. Браво, хранитель. Объект у нас. Идем на эвакуацию. Принято. Янки на подходе. Две мили. Готовьте фултов. Есть. Надеюсь, нам хватит патронов до подхода Ника. Они хотят вернуть босса. Они его не получат. А куда они улетели внезапно? Момента я немного не понял, но да ладно. Короче, если вы будете по мне стрелять, имейте ввиду, у меня Андрюха. Если вы не хотите, чтобы он пострадал, ничего не делайте. О, они очень далеко. И у меня, кстати, весь хад игры пропал внезапно. Я бы, кстати, хотел его дропнуть. Даже. Подожди-ка. Вообще-то нам надо добраться до... Подожди, опять до той части площадки? Серьезно? Это крайне печальное зрелище, дамы и господа. Но Прайс, смотрите, господи, как же он хорош просто. Как он двигается идеально. Зачем смотреть гайды по мувменту в Варзоне, если есть мувмент капитана Прайса? Подцепляй Нолана к тросу и помоги мне зачистить втроё. Погоди. Это я с радостью, только... Ребята тут, видимо, бесконечно, да, прибывают? Окей. Жесть, Андрюха, там вообще бессознание валяются уже. Да понятно, куда ж он денется-то. Сейчас только... Подожди, я пластинки поменяю, ладно? Угу. Две мили. Можно импульсный сканер кинуть, они там спавнятся всё равно. Да. Погоди, а тут ещё какой-то ящик. Да-да-да. И.С.О. Болиголов. Название, конечно, интересное. Ну, в общем, надеюсь, эвакуация, главное, пройдёт по плану. Никого-то оставлять не будем. Не будет такого, что там капитан Прайс решил с собой пожертвовать. А, теперь говорит удаление две минуты. Не нравится мне это всё? У меня, по-моему, чуваки как-то хаотично немного двигаются, вы заметили? И они все в броне, все прям поголовно. Так. По-моему, пришло время для специальных гранаток. Вспомнил, что подбирал термит, но из-за того, что перезапустил миссию, я, естественно, весь термит про-е-л. Чисто проел и всё. Удаление минуты. Вот теперь точно уже говорит. Так, Прайс. Патроны. Спасибо. Есть ещё страйкер, но у него очень маленький урон. Учитывая, да, что ребята тут с бронёй. Все такие дела. Ну, в целом, друзья мои, мы, наверное, на этом пятую серию закончим. Я её, кстати, записываю довольно долго из-за плюс ачивок, которые я тут смотрю. Но, надеюсь, таки, вам понравился такой эксклюзивный контент сегодня. Плюс ещё два достижения. И, да, выполнил. Постараюсь как можно больше, чтобы потом уже оставшееся время буквально подзабить ими, ну, знаете, не на час, на два, а может, минут на тридцать максимум. Let's go. Мы готовы. Готово-ка. Держись. Я думал, капитан Прайс с небоскрёба улетел. Как так поживает Нолан? Ну что, друзья, пока сделаем перерыв. Следующая миссия у нас будет с вами называться Мерзлота. Увидимся в дальнейшем прохождении. Ссылка на плейлист сейчас в конечных заставках. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ну и ждите продолжения. Всем удачи. Пока-пока.